Вы смотрите городские новости Челябинск в деталях в студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. Тысяча вакцин от коронавируса поступило в Челябинскую область. На следующей неделе ее развезут по муниципальным образованиям. Сейчас препарат Гамковитвак хранится в специальном холодильнике при температуре минус 18 градусов и ждет начало массовой иммунизации. Остаток партии в 2000 доз прибудет в регион уже на следующей неделе. В числе первых привьются медики, полицейские, педагоги и соцработники. У остальных социальных групп такая возможность появится не раньше января. Тем временем массовая вакцинация от гриппа завершится к 15 декабря. Среди муниципалитетов есть в том числе передовики, на текущий момент уже употребившие весь запас прививок. Бывшим южноуральским чиновникам простили элитные дачи, построенные вместо детского лагеря на Увельдах. Аргояжский районный суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности. Фигуранты этого дела непростые. Экс-директор особо охраняемых природных территорий Илья Пруцких, начальник Челебенского управления культуры Дмитрий Назаров, тоже с приставкой «Экс», и Андрей Григорьев, бывший руководитель кинотеатрального центра «Спартак». Соучастником преступления называют экс-главу Аргояжского района Исрафиля Валишина. В этом году он получил 4 года условно. И бывшего замгубернатора Александра Уфимцева. Он находится в федеральном розыске. Впрочем, постановление по махинациям с землей в законную силу еще не вступило. Прокуратура направила апелляционную жалобу в областной суд. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой, прямо сейчас. Поддержать производителей медицинского кислорода предложили губернатору челябинские антимонопольщики. Накануне в Уфас поступило обращение Росздравнадзора о повышении цен на газ, поставляемый в больницы региона. На Южном Урале его производят два предприятия «Челябтехгаз» и «Мактехгаз». Антимонопольная служба предложила разработать меры поддержки для компаний, которые запускают дополнительные мощности или переоборудуют площадки для выпуска медицинского кислорода. Так на рынок смогут выйти новые производители, что позволит снизить цены и нормализовать ситуацию естественным экономическим путем. Челябинские школьники и студенты будут учиться очно. Поводов для дистанта нет. Об этом в очередной раз заявил региональный Минобор. Случаи заболевания подростков ковидом, по словам замминистра Елены Колзовой, идут из семьи, а не из школы. И в родительских чатах число сторонников очного обучения намного превышает группу голосующих за дистант. К тому же перевод школьников на удаленку не означает, что они уединятся дома, прекратят посещать кружки и общаться со сверстниками. Как раз этот процесс и окажется бесконтрольным. Новые границы заповедных мест учреждены в Челябинской области. Сегодня площадь особо охраняемых природных территорий составляет более 600 тысяч гектаров. Это 7% территории региона. Но их границы ранее были описаны по естественным рубежам. Теперь 18 памятников природы получили четкие координаты. На этих землях должна прекратиться вся деятельность, которая не соответствует режиму особой охраны. Следующая задача областного Минэкологии – обследование памятников природы и разработка мероприятий по их восстановлению. Работа идет в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Крупная IT-компания региона взяла четвертую награду деловой премии «Человек-года». В 2020 году Интерсвязи удалось реализовать несколько крупных социальных проектов. Жюри высоко оценил аппарат первоклассников. В номинации «Социальная ответственность» статуэтку получил председатель Совета директоров Леонид Вахрамеев. Подробности далее. Драгоценный атлант с хрустальным земным шаром над головой стал уже четвертым в копилке крупной IT-компании региона. Участников оценивают их же коллеги – успешнейшие представители бизнес-сообщества региона. Интерсвязь, по мнению делового экспертного сообщества, стала лучше в реализации социальных проектов. При этом конкурировать пришлось с крупнейшими промышленными объединениями области. Проекты известные в Челябинске – это парад первоклассников, это «Стена памяти», это «Морковная революция», это «День рождения холодильника», это «Мегасубботник». Ну и очень много этих проектов, которые мы реализовывали и будем еще реализовывать. Продукты и услуги компании востребованы на всей территории России и странах ближнего зарубежья. Кроме того, Интерсвязь закрепила за собой статус социально значимой и креативной IT-компании «Урфо». Второй год подряд специалисты тянут кабели и обеспечивают высокоскоростным интернетом дома в самых отдаленных населенных пунктах региона. В этом году каждый проект оценивался с особой точки зрения, ведь работать пришлось в условиях пандемии. И мы предположить не могли, что наше желание сбудется таким странным образом, потому что та невероятная ситуация, в которой пришлось заниматься организацией, то огромное сопротивление среды и вот негативная коронавирусная повестка. Все время приходилось перестраиваться, перестраиваться. Организаторы подчеркивают экстремальные условия этого года, придают награде особую ценность, а не уменьшают ее. Вячеслав Ватутин, Илья Капелин, Урал-1. Полную телеверсию церемонии вручения премии «Человек-года» смотрите на нашем канале в воскресенье 6 декабря в 16.00. Превзошли сами себя. Сборная команда Челябинской области, принимавшая участие в финале национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia, привезли на родину 22 медали, среди которых 5 золотых. И смотрите какой разброс компетенций, да, от правоохранительной деятельности до ландшафтного дизайна и даже управления многоквартирным домом. Это помимо тех, где мы всегда побеждаем, это мехатроника, это веб-дизайн, это уже такие наши традиционно золотые номинации, но вот сегодня еще появились и новые. Чемпионат проходил в дистанционно-очном формате. Участники выступали в домашних регионах более чем на трех тысячах площадок. Эксперты в режиме реального времени следили за ходом соревнований и оценивали выступления. Южноуральцы показали свой класс. И сегодня в копилке региона пять золотых, столько же серебряных и две бронзовые медали. А также 10 медальонов за профессионализм. Сегодня в правительстве области победители получили свои награды. Были отмечены и их наставники. Три миллиарда на культуру, четыре на спорт. В Челябинской области 2021 год будет богатым на яркие события. Перспективу развития обеих отраслей обеспечат заложенный в региональном бюджете статьи расхода. Об этом объявил на онлайн-брифинге вице-губернатор Вадим Евдокимов. По словам Вадима Евдокимова, в начале февраля Южный Урал примет Кубок мира по сноуборду, который состоится в Магнитогорске. А уже в марте на горнолыжном курорте в Миасе традиционно пройдет Кубок мира по фристайлу. Кроме крупных мероприятий, в регионе продолжается реализация целевых федеральных программ. Областные власти обещают развивать спорт высших достижений и в то же время уделить внимание массовому спорту. Главной задачей, над чем работаем и в конце этого года, потому что финансовый год и строительный в том числе заканчивается, поэтому, конечно, нас очень сильно беспокоит повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. Ровно через год закончится ремонт бассейна «Строитель» в металлургическом районе Челябинска. А уже следующим летом в конно-спортивном комплексе «Рефей» появится бассейн. В Каслинском, Кунашакском и Картолинском районах в следующем году построят спортивные стадионы. Физкультурно-оздоровительные комплексы откроются в 11 муниципалитетах. В планах привлечения к здоровому образу жизни 90% населения. Кроме того, в регионе продолжается реализация нацпроекта «Культура». На 2021 год запланирован ремонт шести детских школ искусств и 32 ДК. Кроме этого, власти намерены приобрести два передвижных клуба. Они отправятся в Сосновский и Варнинский районы. 19 сельских учреждений культуры получат премии в рамках проекта «Творческие люди». И никакие ограничительные меры не помешают провести Сабантуй, Бажовский и Эльменский фестивалям, заверил Вадим Евдокимов. Впереди всего один рекламный ролик. Не переключайтесь. Когда ты активный житель, легко менять свой город к лучшему. В один клик. Легко узнавать о том, что уже сделано, и радоваться очередному преображению. Еще приятно получать подарки за добрые дела. Я активный житель. А ты? Для этих мужчин рассуждение о патриотизме не пустой звук. А 50 килограммов защитного снаряжения вполне подъемный вес. Члебенский отряд ОМОН на транспорте в эти выходные отметит свой очередной день рождения. Почему из полсотни желающих в отряд попадают максимум трое? И что такое духовитость кандидатам? Расскажем прямо сейчас. 11, 11. На приеме 11. Значит, по личному составу проверка вооружения экипировки грузимся в машину и убываем на базу. Как принял меня? Принял тебя. Есть. В мобильном отряде особого назначения Антон уже 6 лет. Это у него семейное. В ОМОНе служили отец и брат. Участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне. Как бы это банально ни звучало, я являюсь патриотом своей страны. Хочу, чтобы мой народ, мои родные и близкие жили спокойно и ничего не боялись. Каждый боец этого отряда – универсальный солдат. Физически развит, морально подготовлен. На мне находится бронежилет «Багарий». Вес ориентировочный – 10 килограмм. И щит досмотровый ванн. Вес 38 килограмм. Применяется для досмотра зданий и помещений. В таком обмундировании бойцы ОМОНа на транспорте могут находиться от 30 минут до 4 часов. Все зависит от размеров и сложности помещения, которые осматривают. Вижу дверной проем в здании помещения. Правый дальний угол чистый. Чтобы вес стал привычным, бойцы постоянно разбирают ситуации в полной экипировке и тренируются в спортзале. Здесь они отрабатывают боевые приемы борьбы, бросковую технику для задержания правонарушителей. Отбор в отряд очень жесткий. В прошлом году из 56 кандидатов отобрали только трех. Нужно отслужить в армии, пройти медкомиссию. А затем сдать физподготовку. Бег 5 метров, подтягивание и комплекс упражнений. После всего этого необходимо отстоять три боя с тремя разными бойцами. Значит, в этих боях проверяем на морально-волевые качества. Ну, как говорится в простонародье, на духовизность кандидата, значит. В таком режиме бойцы ОМОН на транспорте живут уже почти 30 лет. Отряд был создан в декабре 1993 года. Сегодня он входит в структуру Росгвардии. Бойцы занимаются поддержанием общественного порядка на транспорте. Борются с терроризмом и экстремизмом. Помогают в локализации стихийных бедствий. Периодически выезжают в служебные командировки на Северный Кавказ. Мы получаем различные специальные средства. Получаем новую технику, оружие, экипировку, что позволяет нам постоянно находиться в боевой готовности. Сами бойцы говорят, служба в спецподразделения – это постоянное движение вперед, развитие и самосовершенствование. Но самое главное – иметь перед собой цель. Из тех, кто не знает, зачем пришел в ОМОН, ничего путного не получится. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Наталья Кудряшова, Илья Капелин. Урал-1. Пожар, ДТП и другие резонансные происшествия. Что произошло в регионе за сутки? Пежнуральские полицейские при силовой поддержке ОМОН задержали в корке на троих подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки знаком. Ими оказались ранее несудимые местные жители 1990 и 1999 годов рождения. Автомобиль корреспондента загорелся около дома на Бейвиле-1 23 ноября незадолго до полуночи. Происшествия связывают с профессиональной деятельностью сотрудницы издания. На площади МОПРа водитель такси не справился с управлением и сбил 60-летнюю женщину-пешехода, которая переходила в выезд с парковки. С закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в железнодорожную больницу. По словам врачей, пациентка была в сознании. В Челябинский областной суд поступило уголовное дело экс-мэра Челябинска Евгения Тевтелева, осужденного за получение крупной взятки от руководителя строительной компании. Рассмотрение в апелляционной инстанции назначено на 23 декабря. 28 октября бывшего главы Ижнуральской столицы Центральный районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 37,5 миллионов рублей. Приговор обжаловала прокуратура и адвокат осужденного. Гособвинитель потребовал ужесточить наказание, а адвокат настаивает на смягчении вердикта и снижении штрафа до 3-5 миллионов рублей. 175 миллионов рублей для Василицы. Двухлетняя малышка из Челябинска вытянула счастливый билет. Страдающая спинально-мышечной атрофией, девочка стала одной из сотни победителей лотереи, в которой разыгрывался самый дорогой в мире препарат. Одной его инъекциям хватает для того, чтобы пойти на поправку. Наталья Кудряшова продолжит тему. Родилась Василиса абсолютно здоровым ребенком. Когда исполнилось 8 месяцев, родители начали замечать – девочка не садится и не встает. Поначалу маму это не беспокоило. Тревогу Виктория забила, когда в год с лишним дочь так и не пошла. Мы пошли, конечно же, в областную больницу, сдали генетический анализ крови, который подтвердил, что у Василисы заболевание спинально-мышечная атрофия. Второго типа, так как Василиса умеет сидеть, она сама дышит, кушает. То есть, в принципе, с виду не поменять, что с ребенком что-то не в порядке. Но она не может ходить, то есть у нее нет мышечной такой свободы, как у всех детей. Врачи сказали готовиться к худшему. Долго девочка не протянет. Но мама не опустила руки и начала изо всех сил бороться за жизнь дочери. В начале этого года компания, которая изобрела этот узел «Генсма» за 175 миллионов рублей, они устроили такую лотерею – 100 бесплатных доз по всему миру. И получается, мы подали заявку просто на всякий случай. И так получилось, что 19 августа нам звонит врач и говорит, я поздравляю Василису. Она выиграла самый дорогой препарат на планете, который зарегистрирован, который внесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый дорогой препарат, и Василиса будет жить. Василиса не только попала в топ-100 счастливчиков, вытянувших заветный билет, но и стала единственным в России ребенком, получившим спасительное лекарство. Важное условие препарат должен быть введен до двух лет. Как говорит мама, Василиса вдвойне везунчик. Все успели сделать за день до дня ее рождения. Препарат «Залгенсма» – это инфузия. То есть мы ездили специально в Москву, в Ники, Вильтищево. Это в операционные делается процедура. То есть ребенок просто смотрел мультики, пока самый дорогой препарат на планете оказывался в ее организме. Сейчас Виктория ведет свой блог, где делится советами и рассказывает, как на начальном этапе распознать заболевание. Говорит, что хоть оно и редкое, но встречается у маленьких детей. Проблема в том, что диагностируется тяжело СМА, потому что его записывают как ДЦП. Хотя это гораздо серьезнее болезнь. ДЦП прогрессирует. Также мы в своем блоге делимся своими новыми умениями, мыслями. Но самое главное, мы несем в массы информацию о таком заболевании, как СМА. Поэтому может подписываться, кто хочет. Мама, нижнее подчеркивание, смайлик, нижнее подчеркивание, Вася. Самый дорогой в мире препарат ставится один раз и на всю жизнь. При этом улучшения начинаются практически сразу. Так и случилось с Василисой. Мама надеется, что уже в скором времени ее дочь забудет, что такое инвалидная коляска. Наталья Кудряшова, Владислав Шумаренков, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой прямо сейчас. Служебная квартира налево, рабочий кабинет направо. А медикам выделят отдельное служебное жилье. Навигатор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ появился в свободном доступе на сайте Рособорнадзора. Челябинские старшеклассники найдут в нем актуальную информацию для госэкзаменов 2021 года. Это ссылки на полезные материалы и аннотации в виде тестов и видеороликов. В навигаторе три раздела для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и материалы для учителей. Все они учитывают результаты экзаменационной кампании прошлого года и новшества нынешнего. Навигатор можно использовать для работы в классе, дистанционных уроках и самоподготовки. Материалы в нем будут дополняться и обновляться. Челябинские туристы смогут улететь на Кипр уже в марте 2021 года. Об открытии курортов для путешественников из России заявило правительство островного государства. Но с рядом ограничений туристам придется сделать два ПЦР-теста. Первый за трое суток до прибытия, второй в аэропорту прилета, в Ларнаке или Пафосе. Обследование на ковид на Кипре обойдется в 30-40 евро. Между тем, первые чартерные рейсы на Кипр из России отправятся уже в декабре, но только из Москвы. Пешеходные переходы с инновационной подсветкой появятся в Челябинске. Система включается, когда человек подходит к зебре. Умную конструкцию Комитет дорожного хозяйства планирует установить на одну из улиц города. Пока в тестовом режиме. Конкретное место еще не выбрано, но если результат удовлетворит всех участников дорожного движения, практику распространят на другие переходы. Новое гастрономическое пространство. В торгово-развлекательном центре «Фокус» открылся гастропарк. Фудмол включает в себя около 15 гастрономических концепций различных форматов и кухонь мира. В основном все представлено в формате корнеров, небольших островков с самообслуживанием. Однако есть и два полноценных ресторана с баром. Здесь также планируют проводить выступления и мастер-классы, а удобно расположившийся в паре метров мягкий кинотеатр и игровое пространство делают гастропарк уникальным местом для индивидуального и семейного отдыха. Страна чудес, наполненная абсурдом и нарушающая все законы физики. Удивительная история Алисы, которая попадает в сказочный мир уже два века, остается актуальной для детей и взрослых. Громкая премьера мюзикла по мотивам сказки Льюиса Кэрролла на сцене Челябинского театра оперы и балета состоится уже 6 декабря. И каждый дник твержу себе я, Что есть на свете чудеса, И к ним стремлюсь душою всею. В удивительный мир сказки актриса театра оперы и балета попадет вместе со своей героиней. В начале пути Алиса хранит в себе множество страхов и комплексов, которые постепенно уходят за время ее путешествия. Гусеница, например, говорит ей, что надо быть сдержанной. Герцогиня говорит, что не нужно испытывать ярость. То есть она действительно проходит воспитание через сказочных персонажей. Алиса, она молодая девушка, подросток, 16 лет. И чем я люблю театр, что нам некогда стареть. Мы всегда моложе и моложе с каждым разом. К жанру мюзикла, театр, опера и балета обращаются впервые. Воплотить в жизнь такой сложный и долгожданный проект удалось при финансовой поддержке группы ЧТПЗ. Эффектные костюмы напомнят зрителям иллюстрации из книги и персонажей мультфильма. А визуальные эффекты перенесут в мир сказки и абсурда. Мы применяем все современные сегодня видеоэффекты, аудиоэффекты. В общем, все делаем для зрителя, чтобы создать ему вот эту философскую, но сказку. Помимо солистов театра, в постановке примут участие порядка 30 воспитанников детской школы вокального искусства, которая уже несколько лет работает под крылом Челябинского театра. Артисты, хоть и юные, уже имеют большой опыт. И участие в таком масштабном шоу их не напугало. Репетиции выпали на карантин. Партии пришлось учить по видеоурокам педагога. Он записывал партию для каждого голоса и приходилось учить самим. Но потом, когда мы вышли, стало намного лучше, потому что мы выучили уже больше половины и уже начали именно корректировать, чтобы все на сцене звучало чисто. На сцене задействовано около 60 человек. Все артисты с нетерпением ждут премьеры, которая состоится уже в это воскресенье. Билеты на оба показа уже скуплены, но чтобы все желающие успели насладиться любимой историей, администрация театра добавила дополнительный день 7 февраля. Наталья Шмухаметова, Илья Капелин, Урал-1. Он любит рваные джинсы и необычных моделей. В Челябинск с авторским мастер-классом приехал из северной столицы модный фотограф. С нашим земляком, родившимся в Миасе, встретилась и наша съемочная группа. Так, чистый северник. Чуть-чуть в полу разнортик. Не смотрю меня. Так. Он увлекся фотографией еще в юношестве. Сначала в родном Миасе, потом в Челябинске. Сегодня Павел Лихточев – один из самых успешных фотографов Санкт-Петербурга. В послужном списке более десятка недель моды в России и за рубежом, фэшн-проекты и даже чемпионат мира по футболу. Ему нравятся неоднозначные снимки, поэтому любит путешествовать и искать что-то новое для своих работ. Какой-то нуар и минимализм, а какие-то холодные модели, местами даже, они какие-то андоргенные, они могут или с какими-то волосами, разными вот интересными, типажные. Сегодня в качестве модели его давняя подруга. Юлия Григорьева по профессии стилист, а три года назад занялась изготовлением ювелирных изделий. К съемке, признается, особенно не готовилась. Спонтанность и естественность сыграли в процессе главную роль. Мне всегда самое главное – фосфор. Показать украшения, ну и, собственно, часто бывает, что ты сам являешься лицом своего бренда, поэтому нужно какую-то стилистику соблюдать. Но, в принципе, я ничего специально не делаю. То есть, как в жизни, так и пришла. Сейчас Павел мечтает встретиться с известной моделью Кейт Мосс. Интересен ее опыт и философия эстетики. А пока ждет заветной фотосессии, делится опытом. В эти выходные в Челябинске он проведет свой авторский мастер-класс. Наталья Шамхаметова, Владимир Лузгин, Владислав Шашмаренков, Урал-1. Вы смотрели городские новости Челябинск в деталях. Я же с вами прощаюсь. До встречи на Урал-1.